меня зовут артем мне 25 лет и всю свою сознательную жизнь я посвятил не самому приятному для обычных обывателей занятию а именно диггер стул вместе с моим другом лёшей мы изучали тайны подземного мира чуть ли не с 15 лет и побывали во многих местах скрывающихся глубоко в недрах земли начиная от всевозможных бункеров и лабораторий заканчивая шахтами и тоннелями метро о которых кстати и пойдет речь далее так вот нами всегда двигала дикое любопытство и желание новых острых ощущений которые не были доступны в повседневной скучной жизни без сомнений что я что лёха осознавали опасность данного вида деятельности но как ни крути мы не могли себе позволить отказаться от столь манящих вылазок в подземное царство ведь это для нас был словно глоток свежего воздуха в бесконечной рутине бытия догадывался ли я о том к чему приведет наше казалось бы безобидное увлечение конечно же нет но от этого мне отнюдь и по сей день не становится легче ведь каждую ночь в моих снах я проживаю заново в сети безумные события которые произошли с нами в тот роковой день и это признаться честно сводит меня с ума именно поэтому я и написал данную историю чтобы люди узнали об опасности скрывающиеся в темных тоннелях метро и ни в коем случае не допускали наших ошибок ибо как говорится если предупрежден значит вооружен все началось в тот день когда меня самого раннего утра разбудил звонок мобильного телефона на дисплее которого красовалась уже знакомое мне имя лучшего друга лег и чего тебе не спится в такую рань а гутен морган дружище какой спать у нас вроде как по планам сегодня ночью вылазка в метро или ты уже забыл да помню я как такое забыть вот только до ночи еще весь день впереди а ты уже три звонишь вовсю да ладно тебе зато больше времени на сбору будет а то как обычно забудешь что-нибудь не дай диггер блин слушай пошел ты да шучу я артем шучу успокойся никто даже не думал сомневаться в твоих диггерских способностях все значит встречаемся как обычно у метро где-то в 2350 и двигаем окей давай только без опозданий но коль ты настаиваешь значит подумаю все отваливай я дальше спать давай увидимся в этот день нам предстоял обыденный на первый взгляд рейд мир подземного транспорта бескрайние тоннели которого мы за долгие годы вылазок вместе с лёхой изучили практически полностью на самом деле метро для нас всегда было особенным местом местом окутанное тайнами мистическими историями и душераздирающими слухами эти мрачные безмолвные тоннели так и манили нас заставляя каждый раз возвращаться обратно а мы не были особо против именно поэтому рейды в подземку и стали для нас некой традицией безусловно не всегда все шло по плану были такие моменты когда нас ловила охрана либо полиция или вовсе натыкались на недоброжелателей от которых мне всегда эффективно помогал перцовый баллон но со временем любой навык оттачивается и спустя долгие годы нашей диггерской карьеры что у меня что у лёхи выработалось чутье на всякого рода опасности и нежелательных встреч стала куда меньше наконец полностью проснувшись где-то в первом часу дня я после немудреного завтрака тут же принялся готовиться к ночной вылазки собирая в рюкзак все необходимые мне вещи которые были визитной карточкой каждого опытного и уважающего себя диггера начиная от налубного и обычного фонарика запасными батареями заканчивая непромокаемыми резиновыми штанами веревкой с карабином а также всевозможными инструментами с помощью которых можно было сделать если и не все то очень многое я предварительно аккуратно отсортировав сложил свою походную сумку не забывая заранее заготовленные любимые консервы как это частенько бывает перед каким-то важным событием которое ты очень сильно ждешь время тянулось бесконечно долго так как это была суббота и по совместительству мой первый выходной занять себя было особо нечем поэтому я решил переделать все скопившиеся дела по дому а также успел сходить в магазин и пересмотреть пару-тройку фильмов которые собственно и помогли мне скоротать оставшиеся часы до ночи вскоре встретившись с лёхой в назначенное время у ближайшей станции метро мы с моим другом недолго думая зашли в обитель подземного транспорта внутри которого будучи запертыми нам предстояло провести всю последующую ночь ну чё лёх готов к ночному дозору тоннели метро задал я вопрос другу ради приличия пока мы спускались по экскалатору вниз прямиком к станции а то я всегда готов братка ты же это прекрасно знаешь да я так на всякий ну чё по какому пути сегодня пойдем да как обычно доедем до кольцевой а там видно будет увы новые маршруты уже не построишь как ни крути десять лет в этом деле ответил мне лёха после чего мы дружно сошли с экскалатора на станцию и двинулись в нужную нам сторону по направлению к центру людей в метро на ночь глядя было мало от слова совсем если еще с утра к поезду было невозможно протолкнуться и приходилось по десять минут ждать своей очереди дабы втиснуться в душный вагон то сейчас стоя на краю платформы я видел от силы человека 3 не считая нас другом что просто не могло не радовать скором времени вновь прибывший пустующий поезд принял терпеливо ожидающих его людей в свои теплые объятия а затем снова двинулся в сторону мрачного коридора попутно погружаясь в кромешную тьму и вот к тому моменту когда мы наконец доехали до кольцевой линии откуда по обыкновению начинался наш рейд на часах было уже начало первого ночи и до закрытия метрополитена оставались считанные минуты план был очень прост дождаться конца рабочего дня подземки предварительно спрятавшись где-нибудь на станции а дальше переодеться в рабочую униформу для залаза и спуститься с платформы в тоннель откуда собственно и начиналось наше экстремальное путешествие так мы поступили и в этот раз в тот же миг когда сотрудники метрополитена пунктуально ровно в час ночи покинули свои рабочие места опечатав станцию до утра мы тут же не теряя времени принялись готовиться к вылазке цепляя на себя всю необходимую амуницию уже спустя пять минут полностью экипированные мы аккуратно спрыгнули на пути так чтобы не задеть контактный рельс а после убедившись что рядом никого нет включили налубные фонари и двинулись углу темного тоннеля аккуратно передвигаясь вдоль железнодорожных путей я внимательно вслушивался в могильную тишину и увлеченная как в первый раз всматривался в пейзаж опустевшего подземного коридора освещая дорогу ярким светом фонарика алёха тем временем шел немного позади и прокладывая наш дальнейший маршрут по его личной карте слушай темыч предлагаю сегодня пойти вот этим путем проговорил мой друг не отрываясь от схемы столичного метро сперва дойдем до чеховской там перейдем на тверскую и двинем прямиком до театральной оттуда до охотного ряда рукой подать если все будет на мази устроим привал покушаем а после потихонечку и до комсомольской до чопы окей да без вопросов лег ты же наш штатный навигатор как я могу оспаривать твои маршруты ответил я своему другу продолжая идти вперед все также наслаждаясь дивными видами подземного тоннеля да уж артем без меня бы ты уже давно здесь заблудился кстати его тут подумал а чё бы нам следующую вылазку с собой крота не позвать вроде опытный диггер свое дело знает да ну не он какой-то тронутый на голову и к тому же в метро он больше залаза не устраивает ну то что тронута это да согласен а с чего это он вдруг перестал метро рейдить по его словам свою последнюю ходку где-то в тоннелях точное место не помню он встретил какого-то монстра который гнался за ним аж две станции однако богата у него фантазия интересно где-то он умудрился живого монстра встретить за все наши десять лет вылазок хоть бы одна тварь попалась вот и я о том же лишь поэтому нахрен его вдвоем как то сподручнее произнес я после чего мы оба погрузились в тишину довольствуюсь атмосферой столь полюбившегося нам место время летела незаметно все так же продолжая идти вперед и изредка переговариваясь друг с другом мы не заметили как уже прошли станцию тверская и двинулись по направлению к театральной где собственно в дальнейшем мы и должны были устроить долгожданный перевал но увы тогда нашим планам не суждено было сбыться в одно мгновение непроизвольно всматриваясь вглубь темного тоннеля я неожиданно впереди нас где-то в ста метрах заметил тусклый свет от чего насторожившись тут же подозвал лёху слушай там впереди кажись кто то есть видишь свет горит вижу только без паники может мы уже к станции подошли не не может быть до нее еще как минимум два километра ну тогда это обходчики путей боятся особо нечего мужики просто выполняют свою работу если чуем пару сотен отсыпем дабы душу согреть и все будет нормально не ссы прорвемся подбадривающе сказал лёха а после уверенно пошагал вперед тем самым вынудив меня нехотя идти вслед за ним по мере приближения к источнику света и я все больше убеждался в том что это явно был чей-то брошенный фонарь так как он все то время что мы к нему шли светил в одном и том же направлении в стенку тоннеля не приближаясь и не отдаляясь от нас вскоре дойдя до того самого места к нашему общему удивлению обнаружили каску с фонарем неаккуратно брошенную посреди железнодорожных путей которая видимо когда-то принадлежала обходчику что-то мне это совсем не нравится лишь пошли отсюда да поскорей артю я тебя совсем не узнаю чего ты испугался ну подумаешь каску нашли в хорошем состоянии да к тому же с фонарем рабочим нам же лучше будем следующие зала за собой брать да как ты не понимаешь это же явно каска обходчика и судя по внешнему виду новая не мог же он просто так посеять единственный источник света и продолжить блуждать в темноте тут явно что-то не так ну кстати да я об этом чуть не подумал ладно пошли еще обсудим эту тему жрать хочу и пипец проговорил мой друг после чего мы хотели уже было двинуться далее в сторону театральной как вдруг свет моего налобного фонаря внезапно наткнулся на приличных размеров дыру в стене примерно в метрах десяти от найдены нами ранее каски отверстия будто не аккуратно проломили кувалдой ибо столь крепкую стену иначе было никак не сломать очевидно мы нашли секретный тоннель доселе нами неизученный который по неизвестным причинам скрывали все это время от посторонних глаз артем я знаю что ты сейчас скажешь но мы просто обязаны туда пойти серьезным тоном произнес мой друг глядя на меня лишь может ну его на хрена сперва каска без владельца теперь это неизвестно откуда взявшиеся дрень прям таки зловещая закономерность темыч ты просто пойми я на все сто уверен что уже завтра этот проход будет надежно заделан и мы больше никогда в жизни не узнаем что там скрывалось в конце концов диггером и или кто ладно убедил только прошу тебя давай недолго надо еще до открытия успеть переодеться и до станции как-нибудь таковылять вот такой темыч мне по душе не переживай все успеем погнали с улыбкой проговорил лёха энергично залетая внутрь новоиспеченного подземного коридора спустя некоторое время блуждания по тоннелю уходящему то влево то вправо мы вскоре вышли к заброшенной станции которые за всю историю работы столичного метро никогда не было на карте судя по внешнему виду она строилась чуть ли не самой первой повсюду была разбросана старая советская плитка и разбитые лампы которые до сих пор можно встретить в некоторых станциях метро а на одной из стен я даже заметил хорошо сохранившийся герб советского союза прекрасно добавляющий атмосферу данному месту внимательно осмотрев все вокруг на наличие охраны и убедившись что рядом никого нет мы уверенно выбрались путей на платформу и принялись активно исследовать объект на наличие ценных артефактов которые в дальнейшем смогли бы доказать нашим коллегам по цеху что мы все же смогли найти нечто особенное и неизученное и вот обходя массивные колонны любуюсь пейзажем заброшенной станции я неожиданно набрел на подсобное помещение которое было закрыто трухлявой деревянной дверью давно сгнивший от времени и сырости недолго думая открыв ее освещая внутренности комнаты ярким светом фонаря я обомлел внутри лежал растерзанный труп работника метрополитена по всей видимости того самого чью каску мы нашли несколькими минутами ранее тело местами жутким образом было обыглодано до костей будто на бедолагу напал голодный хищный зверь и судя по количеству съеденного мяса не самых маленьких размеров в то же мгновение не сдержав эмоций я предательски громко закричал не на шутку испугавшись от всего увиденного после чего ко мне тут же подбежал лёха шокированно глядя в ту же сторону что и я твою мать это еще что за хрень это хрень лёша называется человеческий труп если мы сейчас же не уберемся отсюда то вероятнее всего останемся рядом с ним навсегда черт да ты прав скорее валим отсюда сказал лёха от уверенности которого уже не осталось и следа поворачиваясь в сторону откуда мы пришли немного ранее готовы покинуть эту проклятую станцию как вдруг неожиданно нам послышали странные звуки исходящие откуда-то из-за колонны буквально в метрах десяти от нас то что мы тогда увидели до сих пор является в моих снах фантомными образами заставляя меня с криком просыпаться в холодном поту двухметровая лысая тварь с человеческими чертами лица наполовину скрывшись за колонной хищно разглядывала нас тихонько издавая те самые жуткие звуки будто радовалась своей новой добыче снизошедший прямиком в ее логово бежим коротко прокричал я прекрасно осознавая тот простой факт что если мы сейчас же не покинем это место то не произойдет ровным счетом ничего хорошего посему быстро развернувшись в противоположную сторону от того мерзкого существа мы отчаянно бросились бежать по направлению к выходу за нашими спинами тут же послушался дикий рев и я по своей глупости обернувшись на бегу увидел как это худощавое нечто быстро перемещаясь на своих четырех непропорционально длинных конечностях кинулись за нами в догонку в тот же миг резко спрыгнув с платформы на железнодорожные пути каким-то чудом не повредив ноги и я забежал в коридор по которому мы с другом никогда вышли к заброшенной станции и не оглядываясь назад что есть им промчался по уже знакомому мне маршруту вскоре я выбежав тоннель по которому мы двигались в сторону театральной я решил остановиться дабы немного перевести дух и проведать лёху как вдруг именно в этот момент услышал пронзительный крик моего друга раздавшиеся из глубины ущелья слезы непроизвольно текли по моему лицу ведь я понимал что больше ничем не смогу помочь своему лучшему другу и от этой мысли мне становилось только хуже все дальше отдаляясь от места происшествия я проклинал себя что мне не хватило мужества вернуться обратно и хотя бы попытаться спасти лёшу вместо этого я спустя некоторое время добравшись до станции ничего лучше не придумал кроме как забиться в самый дальний угол безмолвно ожидая открытия метро как я оказался в окружении полиции врачей и сотрудников метрополитена я уже увы не помню чего и стоило ожидать в мой рассказ про монстры никто не поверил только усомнившись в моем здравомыслей но вот что удивительно в дурку меня сдавать не стали и после небольшой воспитательной работы все же благополучно отпустили домой долго ищая информацию в интернете про то существо что я тогда встретил на заброшенной станции мне ничего кроме истории одного случайно уснувшего человека в метро так и не попалась от чего меня лишь новой волной окатила депрессия лёху так и не нашли а дыру в стене как он и говорил без лишнего шума надежно заделали прямо на следующий день так чтобы больше никто и никогда не смог пробраться на заброшенную станцию что же насчет того монстра я уверен что его так и не смогли обнаружить ведь пропадающих диггеров метро с каждым месяцем становится все больше и больше а это значит что-то кровожадная тварь от которой мне каким-то чудом удалось убежать до сих пор слоняется где-то в глубинных столичного метро в поисках своей новой жертвы и и Субтитры создавал DimaTorzok